Добрый вечер всем! Тема нашего сегодняшнего занятия Powerpoint, но уже 2010 года И с вами Александра Боболева, софт-дилер компании Ruilsoft На одном из занятий я вам рассказывала о 2007 Powerpoint И эти, как сказать, две программы, они отличаются Ну и кое-что я забыла в прошлый раз, упустила просто из виду рассказать Итак, появились? Ира, появились слайды? Итак, девочки, мальчики, открываем Powerpoint, кто хочет сразу делать Так, нет, хорошо А сейчас, Ира, хорошо Открываем Powerpoint, у кого 2010, значит, делаем следом, если хотите У кого 2007, делаем сравнение Я еще не переключала, Лариса Итак, заходим на... открываем нашу программку и заходим на главную страницу Обычно я свою работу начинаю с того, что вот этот слайд я убираю Заходим вот сюда, создать слайды и вытаскиваем пустой слайд А этот с заголовком убираем Лариса, слайды идут? Итак, слайды поменяли И мы сейчас с вами выберем фон для нашего слайда Для этого заходим в дизайн Это и в седьмом есть И как у Иры, насколько я помню, у нее третий Заходим в дизайн и нажимаем кнопочку с телефона Вы можете выбрать вот эти, но они пойдут Вот эти фоны пойдут сразу на все слайды Но если вы хотите, чтобы у вас каждый слайд был эксклюзивным Значит, заходим в формат фона И здесь смотрим Я не буду рассказывать, а так пробежимся, потому что мы уже это проходили Вот смотрите, одна заливка, следом градиентная заливка Вот здесь вот, если мы сейчас пощелкаем, мы увидим разные фоны То есть смотрите, вот однотонная заливка Вот я специально поставила красный цвет, чтобы было видно, что какого цвета будет ваша страничка, ваш слайд А здесь, в десятом, смотрите, здесь я с прозрачностью немножечко поиграла И уже фон другой Дальше, градиентная заливка Здесь, собственно говоря, то же самое Но мы здесь выбираем заготовку Вот из этих Когда мы заготовку выбрали, мы можем вот здесь вот выбрать точку градиента Когда вот этот бегунок двигаешь Вот здесь видно и на самом слайде видно тоже Как меняется цвет Вот здесь можно цвет выставить И точно так же и яркость, и прозрачность Я не буду подробно останавливаться Кто проверяет следом за мной, смотрите Ну и рисунок или текстура Все прекрасно вот помните это и видели уже Нажимаем вот сюда на кнопочку Так, заливка Оля, какую заливку тебе надо? Смотри, вот здесь вот название заготовки Это идет, градиентная заливка Вторая строчка Однотонная тут заливка, потом градиентная заливка Как на эту попало? Хорошо Смотри, мы заходим Вот здесь видно Мы заходим в дизайн Стили фона Вот здесь вот Так, сейчас мы найдем это Вот смотри, стили фона И вот здесь формат фона Нашла? Вот когда нажимаешь формат фона Вот тогда выходит вот такая табличка И здесь уже начинаешь щелкать Смотреть, что тебе подходит Хочешь ярко-красный слайд? Ради бога, делаешь Но в десятом вот здесь еще можно и с прозрачностью поиграть И поэтому уже оттенок другой будет Если мы заходим в градиентную заливку Здесь выбираем заготовку Название заготовки Любую Какая вам понравится Ту и выбираем Ну и здесь у нас еще Смотрите Вот я просто не сделала этот слайд Значит, вот можно посмотреть, что здесь Там линейный, радиальный А вот здесь вот идет направление Из угла, из центра Я просто не стала это делать Что вы девочки умные Все совсем прекрасно разберетесь Только направление вам дать Выбираем точку градиента Если это в десятом Меняем цвет Если нам не нравится Например, вот этот Сине-сиреневый Мы нажимаем, выбираем то, что нам нравится Если нам градиент не нравится Мы идем в текстуру И выбираем из текстуры Но еще то хочу сказать Значит, мы нажали вот сюда Вышла вот эта табличка Выбрали здесь Нет, не понравилось Дальше идем И вот смотрите Вот стоит точечка Рисунок или текстура Но Нажали вот сюда Файл Как только сюда нажали Сразу Выбрасывает На ваш компьютер И уже выбираем со своего компьютера У кого какие заготовочки для этого есть Даже те фоны, которые вы подбирали Для своих открыток на конструкторе Их тоже можно сюда спокойно ставить Выбрали Нажали открыть Ну и здесь тоже Если в десятый То с прозрачностью Поработали Сделали Посветлее Потемнее Еще есть вот такая Фишечка Что картиночка Я сама на нее Обратила внимание Только сегодня Когда делала То есть мы нажимаем на эту картиночку У нас вылетает вот такая картинка И как я понимаю Что это можно выбрать откуда-то Импортировать Честно говорю Еще не проверяла Сознаюсь Итак У нас осталась еще Узорная заливка Здесь тоже интересно Вот сейчас стоит вот этот рисуночек Стоит красный цвет Но можно выставить еще и цвет фона Я поставила зеленый И смотрите Вот здесь вот видно Как они меняются И здесь То есть для вашей фантазии Большой разбег Что хотите То и ставьте Я оставила для нашего слайда Вот такой фон Сейчас нам нужно поставить переход То есть как наш слайд Будет открываться Когда мы запустим нашу презентацию Вот сейчас на данный момент Здесь никакого перехода нету В седьмом тоже это есть Вся палитра наших переходов Находится вот здесь Мы нажимаем И открывается Большой выбор наших переходов Переход мы выбрали И я сейчас вам хочу показать Как я делала стрелочки Как они у меня бегали В моем маленьком ролике То есть мы заходим во вставку Открываем фигуры И берем стрелочку Ну я взяла просто прямую Стрелочки можно брать разные И какую анимацию вы на эту стрелочку поставите Так она у вас и будет открываться Меня слышно? Видно все? А то тишина такая И вот я выставила стрелочку Стрелочка идет вот отсюда И досюда Вот моя стрелочка Смотрите, как только мы ее выделили Люда, еще раз что повторить? Как стрелку поставить? Смотри Мы заходим во вставку Фигуры И у нас открывается вот такая панелька Или табличка И здесь мы выбираем любую стрелочку Какая нам понравится И вот нашу стрелочку Я ее выставила Вот начало ее И вот конец На этой стрелочке Смотрите Стрелочку выделила И сразу появилась вкладка Средства рисования И сейчас мы нашу стрелочку будем одевать Можно зайти вот сюда Здесь откроется панелька Вот так вот И там можно выбрать цвет стрелочки Толщину Но Можно и вот здесь поработать Вот в этой вкладочке Контур фигуры Когда вы ее нажмете Выйдет палитра цветов И здесь можно выбрать Толщину и рисунок нашей стрелочки Вот здесь Смотрите Вот у меня Толщина моей стрелочки выбрана Вот эта То есть вы выбираете то Что вам нравится Можете даже штрихами сделать И вот стрелочка у меня готова И сейчас мы для нашей стрелочки Должны сделать анимацию Для этого заходим во вкладку Анимация Открываем область анимации То есть когда мы нажали только область анимации У нас вот здесь сразу появляется Такая как бы панель Где вся наша анимация Будет отображаться В седьмом там Добавить анимацию Нет, извините Там настроить анимацию Вот как Как только мы это сделали Мы нажимаем вот эту Вставочку Плашечку Добавить анимацию И у нас выходит Страничка Где мы выбираем Для нашей стрелочки Анимацию И когда Как только вы Наводите Просто мышку наводите Сразу видно Какая анимация будет На этой стрелочке Ну я вот Когда готовила Я просто просмотрела И самое лучшее Это вот появление И есть еще Вот здесь Дополнительные параметры Которые вы можете Сделать для Своей стрелочки И вот смотрите Как только я нажала Появление У меня здесь Появилась Плашка Настройки Нашей анимации И вот здесь Появились Параметры эффекта Что это значит То есть Сейчас Видите Выделенное Что моя стрелочка Идет Снизу Вверх И вот здесь Я Выставляю Все еще Дополнительные Параметры Для стрелочки Как она У нас Будет запускаться То есть Если мы Ничего здесь Не сделаем Она будет Запускаться Со щелчка И время Будет у нее Скорее всего Очень Быстро Выставлено Поэтому Можно здесь Вот поставить Запустить Как То есть Смотрите Если вы Хотите Чтобы ваша стрелка Начала Работать Сразу Как только вы Открыли Слайд Значит Нажимаем Запустить Вместе с Предыдущим А если Вам нужно Чтобы слайд Открылся А потом Только стрелочка Начала работать Значит Запускать После предыдущего И Выставляется Время Можно все эти параметры Выставить И Здесь Как только вы Нажали Время Выходит Вот такая Панелька И здесь Вот здесь Вы Выставляете Как она у вас Будет выходить Здесь Можно поставить Задержку Что это значит Слайд Открылся Но Ваша Стрелочка Начинает Двигаться С какой-то Задержкой И вот здесь Вы Выставляете Уже Продолжительность Быстро Медленно Средне И как только Вы это выбрали Нажимаете Окей Смотрите Еще такой момент Как только Я сделала Вот Анимацию Для своей Стрелочки Я Сразу Сразу же Ставлю На просмотр Как же Это Будет Выглядеть И если Мне Что-то Не Нравится Я Опять Захожу В Настройки И Переставляю И вот Смотрите Я запустила И моя Стрелочка Потихонечку Начинает Открываться Медленно Здесь Я уже Поставила Мальчика И Сделала Так Что Они Одновременно Открываются То есть Стрелочка Указывает На этого Мальчика Теперь Смотрите Еще Что Можно С этой Стрелочкой Делать Вы ее Поставили Вот так А вам Не нравится Берете Вот за этот Вот Кончик И Ведете Вот сюда Или наоборот Вот сюда Двигаете Ее Как хотите Выставляете Ее Как хотите Можно Другим Макаром Сделать То есть Берете За Начало И Ведете Или вниз Или вверх В общем Выставляете Так Как Вам Надо Как Вам Нравится И Вот Посмотрите Я Не стала Этот Слайд Делать Как я Загружаю Но это Уже Понятно Мы Идем Во Вставку Рисунок И Загружаем Какую-то Картинку Вот Эта Картинка У меня Гиф Анимация Они Танцуют Но Для Них Я Хочу Сделать Еще Дополнительную Какую-то Анимацию То есть Чтобы Они Не танцевали Не на Одном Месте А Например Вот так Вот По Слайду Двигались Делаем Все То же Самое Выделяем Картинку Добавить Анимацию Область Анимации У нас Уже Включена И Выбираем Но это Вот Вход Если вам Надо Как Как они Будут Появляться На Вашем Слайде И Вот Дополнительные Кстати Еще Можно Сделать Дополнительное Выделение Какое-то И Выход То есть Станцевала Ваша Пара Прошли Круг Вальса И вам Хочется Их Чтобы Они Ушли Со Слайда Это Тоже Можно Сделать То есть Вот Здесь Вот Мы Выбираем Вход Выделение Дополнительное То есть Они Один Круг Прошли Вы Поставили Второй Круг Выход И Вот Дополнительные Параметры И Вот Смотрите Я Выбрала Фигуру Вот По Кругу Они Идут Изначально Встает Вот Так Но Мы Можем Этот Круг Увеличить То Есть Мы Берем Вот Здесь Идет Выделение Вот Вот Здесь Вот Здесь И Вот Здесь И Мы Берем Вот За этот Краешек Зажимаем И Просто Вот Так Вот Вытягиваем Вытягиваем Туда Куда Нам Надо Они Будут Вальсировать Кружиться И В то же Время Пойдут Вот Так Вот По Кругу Или Там По Квадрату Какую Фигуру Вы Выберете Так Они У Вас И Будут Двигаться И Точно Так же Выставляем Параметры Естественно Нам Нужно Чтобы Пара Начала Двигаться Без Щелчка Что Вы Запустили Ролик И У вас Двигаются Они То Есть Убираем По щелчку Выставляем Или Скажем Так С Предыдущим Или После Предыдущего Смотря Как Какая Картинка Что Перед Этим У Вас Было Выставляем Задержку Смотрите Они Вот Кружатся Да А вам Нужно Чтобы Они Вот Так Вот По Кругу Прошли Но Не Сразу Как Только Слайд Появился Для Этого Вы Ставите Задержку Одну Две Три Секунды Смотря Сколько Вам Надо Нажимаете Ок И Вот Смотрите Они Стояли У Меня Вот Здесь Это Вот Сейчас Идет Просмотр И Ушли Вот Сюда На вашем Слайде Теперь Когда Мы Нашу Пару Выставили А Почему Они У Нас Без Музыки Музыку Мы Вставляем Вот В Десятом Ворде Здесь В Переходах Нажимаем Кнопочку Переходы И Вот Сюда Я На Первый Слайд Не Стала Ставить Потому Что Молодой Человек С часами Что Он Подваль Сто Будет У Танцующую Пару Когда Мы Нажимаем Вот Здесь У Нас Открывается Вот Такая Панелька И Нам Нужно Нажать На Другой Звук И Сразу Перекидывает Нас Опять К нам На Компьютер По Которому Они Кружатся Хорошо Пошли Назад Музыку Отставим Лариса Смотри Вы Выделили Картинку Добавить Анимацию Нажали Кстати У вас Какой Поверпоинт Десятый Или Седьмой Потому Что Вот Здесь Немножечко Они Отличаются Вот Добавить Анимацию Вот Такая Страничка Вышла И Здесь Вы Выбираете Дополнительные Какие-то Параметры Можно Вот Здесь Вот Видите Вот Этот Круг Вот Он Здесь Стоит А Можно Вот Здесь Посмотреть Откройте Вот Эти Вот И Посмотрите Там Выйдет Отдельная Такая Плашка И На ней Все Это Видно Понятно Где Взять Заходим В Добавить Анимацию И Выбираем Круг Вы Круг Вы Можете Сделать Шире Можете Его Перенести Куда-то С этого Места Можете Вот Сюда Поставить Можете Еще Шире Сделать Это Нужно Смотреть Уже Как Ваши Пары Будут Видны Я Один Раз Сделала Так Что У меня На Просмотре Пара Была Вот Так Обрезана И Все И Не Видно Что Они Кружатся Поэтому За этим Тоже Смотрите Итак Мы Вот Здесь Заходим Вот Сюда Нажимаем Время Надпись И Выходим Вот На Такую Страничку И Здесь Убираем Чтобы У нас Запускалась Без Щелчка Выставляем Задержку И Время Сколько По Времени Будет Двигаться Наша Пара И Нажимаем Ок И Вот Они Смотрите Вот Я Нажала На Просмотр И Вот Они У меня Отсюда Пошли По Кругу Вот Таким Образом Теперь Смотрите Еще Такой Момент Когда Вы Будете Готовить Свою Презентацию Иногда Бывает Так Что Захочется На Каждый Слайд Поставить Отдельную Музыку То Здесь Вам Ее Придется Нарезать Потому Что Каждый Слайд Длится Ну От силы До 15 Секунд И Вот Нужно Вот На Эти 15 Ну 20 Секунд Смотря Что У вас Еще На Слайде Находится Вот Эту Музыку Нужно Нарезать И Конвертировать Ее В формате ВАВ МП3 Здесь Не Проходит Чтобы Музыку Поставить Мы заходим Вот сюда Переходы И Вот сюда Здесь написано Нет звука Мы нажимаем Сюда Открывается Панелька И находим Другой звук Как только Сюда Нажали Мы Сразу Идем На Свой Компьютер Где У нас Уже Заранее Приготовлена Музыка Какая-то В формате ВАВ Смотрите Она Сразу Какая-то Получается Такая Зелененького Цвета Ну Я Вот Поставила Вальс Окей И Как только Вы Поставили Музыку Она У вас Начинает Играть Если вам Нужно Чтобы музыка Играла Одна На все Слайды То вы Выставляете На первом Слайде Музыку Ну я на первом Тут вот не стала Со второго Выставляете Музыку На один Слайд На всех Остальных Нет Звука Называется Формат ВАВ Где Такой Брать Значит Берете Музыку МП3 У Оли Ананева У нас В библиотеке Есть Урок Она Предлагает Вот этот Конвертер То есть Вы туда Загоняете Свою Музыку И Конвертируете Формат ВАВ МП3 Здесь Не Проходит Вы Приготовили Все Пара Ваша Танцует Ваш Слайд Готов И Вся Презентация Готова Но Смотрите Вы Приготовили Музыку И Желательно Чтобы Скажем так Ваши Слайды Все Уложились Вот в эту Музыку Чтобы Ее Не Резать Чтобы Она Была Как Сказать Ну Уже От Начала И До Конца Одна Что Для Этого Нужно Нам Нужно Для Этого На Каждый Слайд Выставить Время И Как Это Делается Мы Заходим Вот В эту Плашку Показ Слайдов Нажимаем Ее Она Есть Во Всех Коверпоинтах И Здесь Есть Настройка Времени Как Только Вы Нажали Вот Эту Настройку Времени Вся Ваша Презентация Сразу Выходит На Большой Экран И Вот Здесь Появляется Вот Такая Плашечка Где Идет Отсчет Времени На Каждый Ваш Слайд И Что Хочу Сказать Вот Здесь Переключение Слайдов Будет Вручную То есть Смотрите Вы Запустили У вас Молодой Человек Весь Открылся Стрелочка Вот тут Вот К нему Идет Вся Открылась Все У вас Появилось После Этого Вы Переводите Уже На Следующий Слайд Как Только У вас Все Закончилось То есть Все Слайды Проиграли У вас Выходит Вот Такая Плашка Где Вам Пишут Что Общая Продолжительность По Времени Столько То Сохранить Или Нет И Если Вас Все Устраивает Вы Нажимаете Да Сразу Уже Переход 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 Сортировщик Слайдов Он Называется Вот Как И Здесь У вас Выстраиваются Ваши Слайды Вот Так Вот Все По Одному И На Каждом Слайде Будет Стоять Его Время Вот Здесь И Вы Уже Смотрите Ага Вот На Первый Слайд У Меня Идет 9 Секунд На Этот Слайд Может Уйти 15 Секунд На Следующий Слайд Там 4 3 Секунды Смотря Что У вас На Слайдах Будет Стоять И Смотрите Вот Здесь Вот Уже Когда Вы Перейдете Вот Сюда В Переходы Вот Здесь Вот Нужно Снять Галочку Чтобы Было Не По Щелчку А Автоматически А Вот Здесь У вас Сразу Уже Будет Проставлено Ваше Время Сколько Длится Вот Этот Слайд И Вот Ваша Презентация Уже Все Готова Вы Решили Ее Сохранить Или Бывает Так Начали Делать Ну Мало Лечо Отвлеклись Надо Бросить Это Дело Потом Доделаю Мы ее Сохраняем Сохранить Как И вот Здесь Вот В Десятом Немножечко По-другому Идет Чем В Седьмом Смотрите Как Только Мы Нажали Сохранить Как У нас Вот Выходит Сохранение Документа Здесь Написано Презентация 1 Ну Вы Здесь Можете Написать Свое Название И Чтобы Дальше С этой Презентацией Работать Вот Здесь Тип Файла Презентация Powerpoint Как Только Вы ее Нажали Сохранить Она У вас Сохраняется В том Виде Что Вы Можете С ней Еще И Дальше Работать То есть Вы Поработали Отложили Вдохновение Пришло Зашли Опять И Продолжаете Работать Но Если Вы Уже Приготовили Свою Презентацию Она У вас Уже По Всем Параметрам Готова Вы Ее Должны Сохранить Как Демонстрацию То есть Вот В десятом Ворде Вот Здесь Нажимаем Треугольничек И Ищем Запись Демонстрация Powerpoint В седьмом Там Немножечко По-другому Сохранить Как Находим И Где-то Вот Здесь Вот Мы Находим Демонстрация Нашей Презентации Как Только Вы Сохранили Демонстрацию Powerpoint Вы С этой Презентацией Уже Ничего Не Сможете Сделать Она У вас Сохранилась И Все Поэтому Вот Ну Как На своем Опыте Я Уже Не Одно Делала Я Всегда Сохраняю Дважды То есть Сохраняю Так Чтобы Можно Было Ее Доработать И Сохраняю Так Чтобы Ее Можно Было Демонстрировать И Потом Уже Показываю Если Все Нравится Просматриваю Нравится Я Ее Оставляю Я думаю Что Все Будет Хорошо Удачи Всем И Успехов Удачи Удачи